Всем привет, дорогие друзья, с вами Юга, и сегодня я хотел бы с вами поговорить и рассказать про игрушку Tower of Fantasy. Си прекрасная игра, попалась мне буквально не так давно на глазах, где-то более месяца, я за ней наблюдал, смотрел, приценялся, так сказать, что она из себя представляет. Но в последние недели у меня в Телеграм-канале и на моих ресурсах на Бусти, в частности, я выкладывал информацию, что мое комьюнити все-таки собирается пойти и посмотреть. Обязательно, если вы не подписаны на Бусти и ТГ, подпишитесь, вся интуальная информация сейчас именно там находится. Данное видео также будет на двух ресурсах и на Ютубе, и на Бусти, поэтому, ребятам, всем привет, кто будет смотреть. Но теперь поговорим про Tower of Fantasy. Что из себя представляет игра? Многие ее сравнивают с Genshin Impact, но в корне, я бы сказал, что это делать, ну вот, чтобы это вот прям 100% Genshin Impact нельзя. Да, здесь очень похоже шрифт, я бы сказал, один в один, здесь есть гача, здесь есть персонажи, которые похожи, но есть одно интересное исключение. Китайцы пытаются превзойти сами себя, и в Tower of Fantasy они хотят превзойти Genshin Impact, сделав из нее полноценную MMORPG. С рейдами на 8 человек, с конст-паттями, с групповым контентом, с PvP-аренами, мировыми боссами. И, боже, что даже меня повергает в шок, с разделением классов на танки, хилеры и дтшеры. Что? Ты говоришь какие-то, я говорю какие-то странные слова, потому что весь, все игры сейчас из себя представляют соло гейминг. Да я сам в шоке, ребят, немножечко. Пока не углубился в весь этот процесс, я тоже немножко не понимал, а в чем, собственно, соль? Ну, почему внезапно? Почему внезапно? Ребята все начали отов говорить, ну прям вот, отовсюду. Ну, оказалось, что здесь не все так просто. Начал присматриваться сам лично и в связи с последними обстоятельствами, которые у меня сложились в моем основном в проекте Black Desert, обстоятельства на самом деле очень простые, я дико устал и хочется что-то попробовать новое. Я свой глазик-то взял и положил на то, так сказать. Ну, почему бы и не посмотреть его, его уже от первого лица, самому его пощупать, в прямом смысле этого слова, окунуться в весь процесс. И я принял решение, что да, я пойду это смотреть. Из всех плюсов, которые я перечислил, о групповых контентах и прочих, есть один сейчас, и сейчас на данный конкретный, единственный минус для русского комьюнити. Как вы заметили, сайт не на русском языке, и русского языка в ближайшее время, по крайней мере, анонсов будет ли он в игре, ну, то есть, я не буду врать, их нет. Они говорят, что компания, которая будет выпускать Tower of Fantasy, что так или иначе они рассматривают расширение языкового пола, но конкретных сроков по русскому языку я назвать вам не могу. И, честно говоря, меня это очень сильно отталкивало. Нет, я не то, чтобы не знаю совсем английский, не смогу разобраться в терминологии. Я иногда повиню в этом плане принципиально. Русский язык, мастхеф, и я ничего не хочу знать. Но, с другой стороны, я нашел комьюнити под названием Galaxy Heaven, в котором меня пригласили ребята. И, так и, почему, как говорится, с нами и не поиграть? А, в целом, побывав у них, посмотрев, о чем они говорят, я могу поделиться, как минимум, тем, что ребята делают. Где у нас тут? Такие вот Google Доки, очень полезными, со всеми гайдами, со всеми даже, как говорится, квестами нужными, с первыми днями, что ролить, что не ролить. Огромное количество ребят, которые помогают новичкам. В общем, в целом, меня ребята из этого сообщества пригласили вместе поиграть. Тут же и расписано, что делает атакер, дд, танк-суперт. В общем, в принципе, есть даже Google Доки, который при изучении, потратив на это 15 минут, азывы уже будете знать. Касаемо гачи, касаемо дополнительных плюшек, созвездий и всего-всего прочего здесь есть. Что качать, какие созвездия лучше, какие полезные, в каких грейдах. Это у нас все здесь имеется. Ссылочку на дискорд сообщества. Я также пойду играть в сообщество две гильдии. Я пойду играть в гильдию Платинум, она будет называться. Ссылку сразу, если вы уже хотите написать заявочку, именно на дискорд с заявками, я отправлю... Точнее, я оставлю в описании. Я думаю, это будет для многих полезно, если кто заинтересован. Ну, что еще хочется сказать. Для меня сейчас это будет абсолютно нулевой опыт. Я не играл на Китае. Игру я буду узнавать вместе с вами на стриме. Есть минусы в плане того, что я не смогу оперативно вам подсказывать какие-то интересные, так сказать, квесты, которые вы можете сразу выполнить, получить награды. Но, во-первых, я говорю, у меня есть ребята, у меня есть дискорд. Я думаю, мы с этим как-то справимся. Еще из интересных плюсов... Боже, сколько всего интересного. Ну, конечно, это же старт. Это дропсы. Я первый раз вижу проект, который по факту на релизе сразу анонсит дропсы. Дропсы и для игроков, и для стримеров. Правда, мне как стримеру нужно отстримить 25 часов, чтобы получить награду. Но сам факт того, что дропсы для стримеров, я вижу, честно сказать, впервые. Возможно, они были в каких-то проектах англоязычных, в которых я абсолютно не участвовал. Может быть, какие-то там мультиплеерные. Но первый раз я вижу, что вы именно в подобных играх дали что-то стримеру. Не только игрокам по лутать, но и стримеру. Это приятно. Правда, скажу, врать не буду. Мне действительно это понравилось. Вот. Дропсы. Классы. Гача. Конечно же, куда же без нее. Многие спросят, опять же, с донатом, без доната. Как в Геншне? Можно или нельзя? В любой, в принципе, игре можно без доната. Опять же, все зависит от твоей удачи. Все зависит от твоего... Твоего время затратности... Твоего время затратности на эту игру. Сколько у тебя его? Я не знаю. Будем ли мы каким-то образом крутить гачу за донат в самой игре? Посмотрим. И самое главное, что, конечно же, на стриме мы еще разыграем 5... 5, по-моему, месячных подписочек. Сделаем это. Порадуем вас. Розыгрыш будет прямо на Твиче. Не в Ютубе, не в ВК. Сразу же на Твиче, в прямом эфире. Потом, так сказать, поддержать ваш интерес к этому проекту все еще больше. Вот как-то так. За всеми дополнительными вопросами жду вас сегодня... Точнее, через 7 часов уже в эфире. Посмотрим, разберем. И в конце хотел бы превьюшечку... Ну, ролик превью вставить, чтобы посмотрели, как этот трейлер, в принципе, выглядит. Какой есть мир, что здесь интересного. Честно... Ладно, все. Правду говорю. Чем меня купил Tower of Fantasy? Маунтами. Здесь есть мотоцикл. Все. 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 Не, я не вру. Ну, нет, вы можете сказать, что вот этой жопкой классная, да, и тут... Но сам факт. Транспорт, пистолеты, дробовик. Мужик, который переодевается в меху. Кунаичи из БДО с мегасексуальным хвостиком. И с попой кибернаушниками. Sci-Fi, киберпанк, Tower of Fantasy. Пускай будет лично для меня. Я хочу, чтобы это был новый экспириенс. И что-то такое дико кайфовое, которое меня затянет. Я просто как сумасшедший скучаю по чему-то новым впечатлениям. Очень сильно скучаю. Тяжело формить в Black Desert и снова предаваться каким-то радостям. Надеюсь, Tower of Fantasy мне их подарит. И вам в том числе. Вот, собственно, такое вот сумбурное видео получилось. Но информацию давайте тезисно. Tower of Fantasy. Новая игра. MMORPG. Как говорится, китайский, китайский. Китайскому ответ к Геншину. Рейды, маунты, мировые боссы, количество классов, гача. Сообщество Galaxy Heaven, которое будет вас ждать. Я там вас буду ждать. Будет конст-пати. Буду рад вас видеть в своей конст-пати. Если вы такой игрок, который хочет потратить на это большое количество времени. И просто прийти на баллайки, там, воволакать пару минут и уйти. Розыгрыш пяти подписок. Собственно, все. А на этом буду с вами прощаться. Смотрим трейлер. И до скорых встреч в прямых эфирах. С вами был Юга. Ссылочку на Дискорд, на Телеграм-канал, на Бусти в описании. Всех люблю. Всех обнял. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok